Машины, печки, буржуйки, валенки и конфеты. Сегодня гуманитарный добровольческий корпус отправляет очередную партию помощи в зону СВО. В этот раз много адресных посылок для военнослужащих и мирных жителей. В общем, югорчане собрали более 70 тонн. Сейчас фуры помогают загружать сургутские спасатели и работает спецтехника. На месте события находится Леана Киямова. Посылки из Дума стал дату коробки добра. В Югре состоялись десятки акций по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, специальной военной операции и для жителей новых регионов России. Сейчас вещи аккуратно сложены, упакованы и подписаны. Есть надписи с любовью и заботой из Радужного, окопные свечи из Нижнебартовска. Есть здесь и адресные посылки. Сегодня добровольческий гуманитарный корпус отправляет очередную партию помощи. Подробнее об этом нам расскажет координатор социально-гуманитарных проектов Зоя Кузьмина. Зоя, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сегодня отправляем, сколько... Мы сегодня отправляем адресные посылки для военнослужащих, которые собирали родные и близкие в рамках акции комитета семей воинов отечества. То есть это уже вторая партия. Предыдущую мы отправляли 10 февраля. Также мы отправляем коробки добра для жителей Донбасса и отправляем несколько автомобилей, которые родственники военнослужащих и неравнодушные граждане передают в зону специальной военной операции для влечения службы ребятам. Сколько всего проходили сборы, сколько человек приняли участие и сколько всего собрано? Сборы у нас не прекращаются вот уже с марта 2022 года. На сегодняшний день мы отправили уже порядка 900 тонн помощи. Это в общем объеме и для мирного населения Донбасса, и для военнослужащих. Сегодня мы отправляем около 50 тонн. Также, кроме того, что я назвала, мы еще отправляем ребятам печки-буржуйки, которые изготавливались неравнодушными гражданами Югры, жителями Югры. И отправляем валенки и теплую одежду, потому что там сейчас погода очень переменчивая, морозная. И нашим бойцам очень нужно тепло, поэтому из Югры с теплом мы едем на Донбасс. Традиционно в сборе гуманитарной помощи приняли участие целые коллективы муниципальных и окружных учреждений. Среди них поселковые и городские власти, врачи и спасатели. В кратчайшие сроки были сформированы посылки, такие как состоят из медикаментов, продуктов питания, вещи первой необходимости. Также в данной акции у нас приняли участие дети сотрудников, написав письма с теплыми пожеланиями солдатам. Практически, можно сказать, весь личный состав принял участие первого отряда. На сегодняшний день составляет 673 в списочной численности личного состава. Ну, потому что среди солдат, которые там находятся, находятся также и принимают участие личный состав, кто ранее работал, допустим, в пожарной охране, кто-то ушел добровольцем. Вот, как бы поддержать наших ребят, наших сограждан. 20-тонные фуры загрузят сегодня в течение дня, а затем машина отправится в путь. Дорога займет около недели. Но уже там, на месте, добровольцам предстоит раздать адресные посылки по сотням воинских частей. Леана Киемва, Алексей Шахмаев, телекомпания Югра, Сургут. Субтитры создавал DimaTorzok